Знаете, за то время, что я веду свой видеоблог, я, к сожалению, неоднократно встречала комментарий негативного характера в сторону нашей с вами отечественной парфюмерии, то есть той продукции, которая была сделана в России. Как правило, насколько я успела заметить, подобного рода слова пишут те люди, которые на самом деле недостаточно хорошо разбираются в этом вопросе и не изучили рынок до конца. Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Оля, я рассказываю про парфюмерию. И в этом видеоролике мы с вами познакомимся с отечественным нишевым брендом парфюмерии под названием Holy Nose. С ароматами от этого бренда я познакомилась еще летом, и теперь я наконец-то могу вам дать свой полноценный вердикт. Но давайте обо всем по порядку. Для начала поговорим об истории данного бренда. Он относительно молодой, потому что появился всего лишь в 2015 году. Основатель бренда дизайнер Паша Никантров, но сейчас он работает в тандеме с Машей Головиной. Маша, кстати, в прошлом уже работала в индустрии, связанной с парфюмерией, точнее с дистрибьюторами. Поэтому здесь получилась прекрасная комбинация двух людей, которые увлечены одной темой. Это та самая марка парфюмерии, которая в первую очередь была вдохновлена именно нашей с вами страной, ее окраинами или может быть архитектурой. В целом всем тем, что нас с вами окружает. И это невероятно здорово. Это делает такой продукт максимально особенным и уникальным, и самое главное, более понятным для нас с вами. У них на сайте представлены целые наборы сэмплов. Они есть как в виде пяти штучек, что здесь находится у меня в руках. И точно так же есть еще с полноценной коллекцией, потому что в бренде всего семь ароматов. И вы можете заказать на выбор то, что вам кажется максимально интересным. Объясню, почему я заказала именно пять. Дело в том, что я, естественно, знакомилась с пирамидой. И вы можете непосредственно собрать те ароматы, которые вам показались интересными и подходящими вам по нотам. Про какие ароматы в этом видео расскажу вам я. У меня здесь в комплекте пепел, пыльца, нейлон, свой и ритм. Сразу скажу, что это никакой не обзор. Я все это заказывала по собственной инициативе, за свои собственные деньги. И первое, что я достала из этого сета, называется ритм. Описание на сайте говорит, что ритм отправляют в путешествие вслед за собственным сердцебиением, запаситесь попкорном и наблюдайте за танцами, спрятавшись между черносмородиновых кустов из детства. Верхние ноты воздушный рис, розовый перец, мята, ноты сердца сандал, бучу, черная смородина. И в базе у нас белый мускус, бензоин, минеральный аккорд. Но чем же ритм пахнет для меня? Вы знаете, в моем случае, когда я его нанесла на кожу, я поняла, что это история с бархатистым звучанием. Он звучит ровно и аккуратно все то время, что находится у вас на коже. В нем нету каких-то внезапных, отталкивающих вас вспышек. Единственное, что я не услышала из пирамиды, это мяту и черную смородину. Вот именно их мне не доложили. А вот рис и минеральные аккорды играют в нем выражение всего на моей коже. Это действительно аромат в стиле гранж. Словно это история на тему пыльного города. Возможно, это даже будет какой-то промышленный район, где находится много предприятий. Но постепенно он начинает затихать, словно солнце, которое уходит в закат и дает нам понять, что день подходит к концу. Это очень необычный аромат. У меня ничего подобного в коллекции раньше не было. Это действительно, можно сказать, что в первую очередь все-таки нишевое произведение. Если говорить про его стойкость, то здесь я, к сожалению, немного, возможно, кого-то из вас разочарую. Потому что я его наносила в 8 утра и где-то после обеда, ближе к 3 часам дня, он уже полностью исчезал с моей кожи. То же самое касается шлейфа. Он не кричащий. Это не та история, которую вы слышите за километр. Следующий аромат называется свой. На сайте указано, что свой это густая пена шампуня, блеск воска на зеленом яблоке, брусок ароматного мыла в ящике с одеждой, мягкая топ подушки. В моем случае в старте он для меня пахнет мятной зубной пастой. Но потом он постепенно превращается в мягкий мускус. Мне нравится то, что он звучит действительно аккуратно и гармонично. Это тот мускус, который не вызывает неприятных историй. Стойкость у аромата под названием свой точно такая же, как у предыдущей истории под названием ритм. И он точно так же не имеет яркого и выраженного шлейфа. Это та самая парфюмерная композиция, которая сидит близко к коже и вы ее наносите для того, чтобы в первую очередь воссоздать определенную атмосферу вокруг себя и для себя. Следующая история называется нейлон. На сайте указана летная куртка МА1, новые чулки или гитарные струны. Нейлон, альфакторная интерпретация многофункционального волокна, ветиверно-стандаловая дымка с пудровой базой. Верхние ноты аккорд виски, банан, ноты сердца ветиверт, аккорд белого чая, база кедра, сандал, мускус. Нейлон меня по-настоящему удивил, потому что когда вы его наносите, он вначале звучит тихо, но потом постепенно, словно это магнитола, на который крутят колесико для того, чтобы прибавить звук, он становится громче. Но сам по себе нейлон это аромат с очень спокойной атмосферой. Он пудровый, нежный, и на мой взгляд, по своему звучанию он все-таки ближе к женской истории, потому что два предыдущих, они действительно чисто унисекс. Но здесь, на мой взгляд, все-таки почему-то мне нейлон легче увидеть на девушке. По пирамиде я вам могу сказать, что среди нот ярче всего на моей коже проявили себя кедр и белый чай. А вот заявленного банана я в итоге так и не обнаружила, хотя мне было безумно интересно узнать, что это за будет комбинация такая необычная, скажем так. Но, к сожалению, увы, банан мне не попался. Теперь мы с вами поговорим про историю под названием пыльца. На сайте Holy Nose указано, что пыльца это парфюмерный калаш Амая в двух городах, Москве и Токио. Рассыпчатая композиция собрана из лайма, холодных специй, желтых цветов и мягких мускусов. Верхние ноты рамуне, лайм, кардамон, ноты сердца, смородиновый лист, акация, зефир. База сандалового дерева, мускуса, бобы, донка, амбретто. Теперь все фанаты шлейфовых ароматов могут поближе пододвинуться к экрану, потому что пыльца это та самая история, которая на моей коже проявила себя бешеным шлейфом. Мои впечатления отличаются от описания представленного на сайте. И для меня пыльца это белая рубашка в начале, которая потом слегка запудривается и становится слаще и в ней еще появляется мягко. Вот здесь я могу сказать, что именно название пыльца было просто идеально подобрано для этого аромата. Оно прекрасно подчеркивает то, что вы ощущаете, когда наносите его на себя. И, кстати, аромат под названием пыльца в догонку к нейлону я все-таки на свой нос больше отношу именно к женской истории. И он точно так же, кстати, входит в категорию моих любимчиков от Holy Nose. К слову, это весьма удивительно, потому что я сама по себе редко выбираю ароматы чистоты. Так уж сложилось, что это просто не мое парфюмерное направление, и я не всегда вообще проявляю желание таким пользоваться. Но здесь я чувствовала себя просто максимально комфортно. Мне его не хотелось ни смыть, ни как-то снять себя. Я чувствовала так, словно это аромат, часть меня, он очень гармонично вписался в мой характер и в целом на мою кожу. Ну и завершает нашу с вами пятерку сегодня аромат под названием пепел. На сайте указано, что пепел стартует кориандром и перцем, а затем плавно остывает, превращаясь сначала в трубочный табак, согретый пальцами, а затем в крепкий чай на сливках. Верхние ноты русский кориандр, массало, ноты сердца, табачный лист, твенктура, чая, пуэр, шалфей. И в базе у нас аккорд серый амбра, древесная нота, перуанский бальзам. А теперь давайте я вам расскажу, чем же пепел пахнет для меня. И здесь, пожалуйста, после того сравнения, что я вам приведу, не думайте, что это история, которая будет близка к знаменитой Бакаре. Здесь, да, я точно так же слышу бинты и йод, но к ним еще прибавляется замша. Это мускулинный аромат со стержнем, и я как раз наоборот именно пепел могу отнести больше к мужскому направлению. Он своим звучанием полностью соответствует нынешним трендам в парфюмерии, тому, что хочет видеть потребитель, тому, что популярно у потребителя. И этот аромат точно так же дает вам понять, что это действительно нишевая история, а не стандартная, цветочная, компотная, что часто так встречается в сегменте люкс. Вообще, в целом, если подводить итоги об всей линейке, что я вам могу сказать? Для меня парфюмерный бренд Holy Nose оказался маркой в стиле Underground. Я вам могу сказать, что у меня в целом те ароматы, представленные хотя бы вот в таком небольшом наборе, что вы видели сегодня в видео, больше ассоциируются, наверное, даже с концом 90-х, начало 2000-х, нежели чем с нынешней эрой. Кстати, если вы живете в Москве, насколько мне известно, с ним можно будет познакомиться там вживую. Но я, к сожалению, в Петербурге имею возможность только заказать вот такие небольшие наборы. И как я вам сказала в самом начале, Holy Nose это один из тех брендов, что дает нам понять, есть классная продукция, произведенная в России на нашем рынке. Очень жаль, что такие бренды пока что надо как-то искать и все-таки доставать только с официальных сайтов. Хотелось бы, конечно, чтобы они дошли до более такого массового производства. Очень хочу пожелать ребятам процветания и успешного развития бренда. Он определенно стоит вашего внимания. У меня только положительные эмоции. И опять же, несмотря на то, что здесь не та парфюмерная история, которую я предпочитаю для себя покупать. Я человек, как вы знаете, я люблю белые цветы. Мне больше нравятся действительно такие стандартные, элегантные, люксовые по своему звучанию истории. А здесь это действительно андерграунд. Если я сейчас откину все свои предрассудки и все свои предпочтения, и просто сухо, вот посмотрю и скажу вам свои впечатления от бренда, я могу сказать, что это достойный и офигенного качества продукт. Напишите, кстати, знакомы ли вы с данной маркой. Мне будет интересно почитать, ну и другим зрителям впечатления об этих ароматах. Если у вас на примете есть другие отечественные бренды парфюмерии, которые вы хотели бы услышать от меня, дайте мне знать в комментариях. Я тоже постараюсь их изучить и поделиться с вами впечатлениями. Большое спасибо, что провели эти минуты со мной. Увидимся с вами в следующих выпусках. Всем до встречи и пока!